Спартак 2 Дублеры Молодежка сильнее киприотов Вратарь берет пенальти Где-то мы это уже видели Где можно сфотографироваться С кубком матч-премьер Академия сразилась со Спартаком 2 В зимнем первенстве Москвы Итоги встречи Все именинники этой недели Эти и другие события В программе 19-22 Спартак В понедельник забойно начала Молодежка Спартака На международном турнире играли Против сверстников из кипрской амунии Первыми пропустили Затем еще наш вратарь взял пенальти После этого на поле была Только одна команда Молодежка Спартака Три мяча подряд забили воспитанники Нашей академии 99-го, 2000-го и 2001-го года рождения Илья Мазуров, Данил Лопатин Иван Репях 3-1 Победа Краснобелых Тренер Алексей Милешин Подвел итоги встречи Не скажу, что мы готовимся Именно к матчу Мы на сборах Мы готовимся к сезону Остается делать много замен Максимальное количество замен Просмотрим новичков И смотрим будущее В понедельник День рождения Голкипера Спартака Антона Шитова В этот же день поздравили Защитника Спартака 2 Максима Актисова А свой 70-летний юбилей Отпраздновал ветеран Краснобелых Евгений Ловчев Во вторник Сразу два матча Спартак проводил Заключительный матч Фонбет Кубки Матч Премьер Игру можно было заканчивать Уже на первых минутах Айртон забил Свой первый гол за Спартак Когда не прошло И 60 секунд встречи С локомотивом Затем Александр Ломовицкий Здорово реализовал Выход к воротам Осталось добавить Два мяча за Луиша И 4-0 Поезд дальше не идет Фонбет Кубок Матч Премьер Хорошее подспорье для сбора И это просто красиво В этот же день Спартак 2 провел Товарищескую встречу Против клуба Орда из Болгарии Все решилось во втором тайме Результат принесли ребята Которые еще осенью Играли за дубль Спартака Кирилл Фольмер Открыл счет А точку в матче Поставил 17-летний Дмитрий Маргетисов 2-0 В пользу Краснобелы В среду спартаковцы вернулись домой со второго сбора в Катаре Несколько дней отдыха и снова на сбор Но уже в Турцию А где же сейчас трофей Фонбет Кубок Матч Премьер? Он сейчас находится в музее Спартака И с ним можно сфотографироваться В среду перенесенный матч команда Академии Спартака 2002 года Проводила против Строгино Забитые мячи Красные карточки И три очка в копилке Смотрите и наслаждайтесь Чуть ли не драка начинается У нас надо успокоиться ребятам Трабаданов убрал на замахе соперника И с левой ноги покатил В правый от себя угол В среду отпраздновал свой день рождения Тренер молодежной команды Спартака Чемпион России Алексей Милешин Поздравляем Алексея Владиславовича И защитника Спартака 2 Артема Горбулина Он тоже родился 30 января В последний день января Именинником оказался защитник молодежной команды Никита Моргунов Наши поздравления Не одними тренировками живут наши команды на сборах Вот смотрите какое видео мы нашли в сети инстаграм Полузащитника Спартака Кирилла Фольмера И интересно, и полезно Спартак 2 завершал свой сбор в Турции Матчем против казахстанского Иртыша Подопечные Виктора Булатова пропустили в самом начале матча Затем спартаковцы неплохо смотрелись Однако команда из Павлодара отличилась снова И все же отметим характер Спартака 2 В концовке матча они отыграли один мяч Отличился Свернотию 1-2 Молодежная команда проводила третий матч в международном турнире Соперником выступила команда Чукарички Молодежи Спартака тоже пришлось проявить характер Пропустили первыми, но Дмитрий Митрога так исполнил угловой, что соперники сами отправили мяч в ворота А во второй половине Максим Данилин и вовсе вывел спартаковцу вперед Однако потом забивали только Чукарички Итоговый счет 2-4 Стало известно время начала матча Спартака в российской премьер-лиге в марте 3 марта спартаковцы сыграют дома против Краснодара в 19.00 И через неделю в гостях в это же время против Динамо В субботу Спартак отправился в турецкий Белек на третий сбор Тренерский штаб привлекли участие в работе всех футболистов, прошедших сборы в Эмиратах и Катаре А также вратаря Артема Реброва, который перенес недавно операцию на плечевом суставе и проходит курс реабилитации Молодых хахбека Данилу Полубояринова и форварда Данилу Прошлякова Суббота – время самых юных спартаковцев Очередной тур в зимнем первенстве Москвы провели футболисты Академии имени Черенкова Соперником выступил Спартак 2 Это совсем другая школа, просто название схожее На ваших экранах результаты матчей и забитые мячи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В воскресенье Спартак уже вовсю тренируется в турецком велике Кубок матч-премьер уже забыт После нескольких выходных снова кропотливая работа На третьем сборе спартаковцы проведут несколько контрольных матчей Ближайший 5 февраля против славянского Морибора Но все подробности этого матча, а также все самое интересное, что не вошло в трансляцию Вы узнаете в программе 19.22 в следующий понедельник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok